С праздником Христовым! С Рождеством! С праздником Христовым! Еще раз хочу поздравить вас с Новым Годом и одним из главных наших праздников – Рождеством Христовым. Светлый, добрый праздник, который вселяет в наши сердца веру, надежду, любовь и доброту. Мне кажется, что этот монастырь, этот храм, это обители, в которых мы находимся, и есть воплощение этих добрых и светлых слов. Я уже поздравлял всех вас с Новым Годом, еще раз поздравляя в этом храме всех вас, жителей и гостей Беларуси. С Новым Годом хочу подчеркнуть, что уходящий год был непростым для нашей страны. Все его воспринимали по-разному, да и сложился он по-разному для каждого из нас. Но в целом, все вы говорите, что это был неплохой год. Это был сложный период нашей жизни. И, как я всегда говорю, то, что вызывает у нас настороженность, даже не опасность, а настороженность – это экономика. Потому что это жизнь наших людей. В новогоднем обращении к вам я уже сказал, что сельчане с честью преодолели этот сложный год. Потому что до 2019 года мы пережили как минимум два тяжелых для сельского хозяйства года. И вот прошлый год он был не самым лучшим, но и не худшим. Мы восстановили наши резервы, мы обеспечили питанием наших людей. И прошли его неплохо, но и не так, как хотелось бы нам. Был средний год, я его оцениваю как год непростой. Конечно, горожане могли бы сработать лучше, имея в виду промышленность. Но вы видите, что происходит в мире, что творится на международных рынках. Это тяжелый период, все предрекают как минимум рецессию в экономике, мировой застой. Но роста никто не прогнозирует. Поэтому я уже еще раз обращаю своему новогоднему выступлению, конкретизирую его здесь, в храме. Говорил я о том, что он будет непростым. Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень, но будет очень непростой год. И нам надо многое сделать для того, чтобы также достойно пройти его, сохранив нашу страну, сохранив свою независимость. Но самое главное, что было в прошлом году, это великое наше достояние и достижение. Мы сохранили мир и покой на нашей земле. Мир конфессиональный, мир национальный – это то, чем гордится любое государство. И прежде всего наша Беларусь. Вспомните, непростые были времена, находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас. Мы не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве – залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша Церковь. Все конфессии, наша большая Церковь, не только православная, не только католики, я имею в виду христиан, все конфессии нашей страны. И я благодарен прежде всего нашим православным пасторам за тот мир и покой, который царит в нашей стране. Вы внесли большой вклад во имя того, чтобы мы жили спокойно, растили своих детей. Везде непросто. Кто бы как ни превозносил свои успехи, заслуги и прочее, я объехал весь мир, поверьте, везде непросто. Гибнут люди, гибнут дети. У нас тоже этого хватает, но только по нашей беспечности, а не потому, что нами управляют извне и создают извне конфликты и те ситуации, в которых гибнут дети. Только по нашей беспечности. Только потому, что мы страдаем определенными пороками, которые ведут к тому, что гибнут люди и, к сожалению, великому дети. В эти рождественские светлые дни я хочу пожелать вам главного – здоровья. Будет здоровье, будет настроение. Я хочу попросить вас, чтобы вы берегли себя, берегли своих детей. Говорят, там тоже есть жизнь. К сожалению, мы этого не знаем. Будем верить в это. Но об этой жизни земной мы осведомлены хорошо. Поэтому давайте до той жизни поживем достойно здесь. Я желаю вам долгих лет жизни в этот светлый праздник Рождества Христова. С праздником вас! С Рождеством Христовым! Я хочу подарить вам эту икону, пусть она будет в этом храме. Но обещаю вам, Господи Тещество, что я в этот храм вернусь в этом году. К великому сожалению, я признался честно, что я не знал, что здесь создано такое великое достояние. Сегодня, в этот великий и радостный день у нас особая радость. Она действительно особая, потому что предстоятель нашего народа, наш президент, посещает наш храм, наш обитель. И говорит очень важные слова, не формально, а от сердца. Спасибо вам. Здесь 20 лет назад ничего не было, был пустырь. Не было никаких богатых спонсоров, ни одного. Но были люди, которые хотели помогать тем, кто попал в беду. А их много. Здесь кругом больницы, и людям нужна радость, нужна красота. И поэтому создан этот храм, создан этот монастырь. И все это руками наших ребят, которые кончали наши вузы, и никуда не уехали, остались здесь. Мы понимаем, насколько трудно вам сегодня вести нас вперед. И давайте нам надежду на светлое будущее. Оно у нас есть и будет. И поэтому, конечно, хотелось бы вам пожелать много сил и много здоровья. Потому что, как вы сказали, что нельзя ждать, что все будет принесено у нас на тарелочке с голубой каемочкой. Все нужно зарабатывать, все нужно трудиться. И все это переживание в вашем сердце за весь народ. И поэтому, конечно, мы молимся. Мы действительно молимся за вас. И искренне хотим, чтобы у нас был мир. Это самое главное, чтобы было мирное небо. Чтобы на нашей земле люди чувствовали себя свободно. Чтобы им было хорошо. Чтобы были большие семьи и много детей. И в этих семьях была любовь. В знак нашей любви, нашей молитвы, примите, пожалуйста, икону преподобной Ефросинии Полоцкой. Нашей покровительницы. У нас школа в честь ее, где учатся дети. Ходят в воскресную школу. Вот это сделали наши мастера. АПЛОДИСМЕНТЫ Многое, 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 многое лета. Всего доброго. Здоровья вам. И вам здоровья и терпения. Здоровья. Здоровья вам. Будьте здоровы. Здоровья. Здоровья. Продолжение следует...